Доброе утро! Александр Владимирович, позвольте, первый вопрос адресую вам. Где сейчас команда, чем занимаются игроки и как идет подготовка к сезону? Сейчас команда находится на своей собственной базе. Сбор команды начала 14 июня с Уссурийска, сраного, в общем-то, приморю города. 21 июня мы улетели в Белогорск, там провели турнир, сыграли несколько товарищеских матчей. И вот 26-го уже вернулись и тренируемся на своей базе. Вы говорите, своя база. Где сейчас основная тренировочная база «Луча энергии»? Это по-прежнему комплекс, который находится на «Седанке» или это все-таки стадион юности, комплекс, который там расположен? Нет, это все-таки пока «Седанка», планируется постройка новой базы, но вот сейчас решаем эти вопросы. Александр Владимирович, комплектование команды, оно уже завершилось? Играть в этом сезоне вы будете тем составом, что есть на сегодняшний день, вот на 3 июля, или впереди еще какие-то кардинальные изменения? Ну, комплектование у нас еще не завершилось, потому что трансферный период еще не закрыт, и обсуждаются кандидатуры, нам предлагают игроков с какими-то игроками. Мы знакомы и ведем переговоры, и пока у нас есть возможность, мы будем пытаться усиливать свой состав, зная, какие проблемные позиции нам нужно закрыть. Вы для себя, что называется, глаз на кого-нибудь положили, прям очень сильно хотите заполучить эту фигуру в команду, и работаете над этим. Есть такие персоналии? Такие персоналии есть, но с ними идет такой трудный диалог, да, чтобы... Всех пугает, конечно, расстояние. При слове «Владивосток» все задумываются. Да, при слове «Владивосток» и перелеты так немного пугают. Это, наверное, одна из самых главных причин. А здесь достаточно, в «Луче» было достаточно хороших эквалифицированных футболистов, поэтому нам нужно, говорю и повторяюсь, что точечно усилиться и закрыть проблемные позиции, которые у нас есть. Ну, понятно, что болельщики увидят команду воочию, визуально, только на первом матче «Луча энергии». А вы можете заранее, нас заочно, болельщиков и те, кто следит за делами клуба, познакомить с некоторыми фамилиями новичков, перечислить их, может быть, характеристики дать некоторым из них? Ну, у нас уже подписаны контракты с двумя центральными защитниками. Это Олег Бабенков, он прошлый сезон провел в «Химике» с Дзержинском. Это центральный защитник Дмитрий Густь, которого я хорошо знаю уже по ротору, он у нас играл. Три года мы вместе работали. Мы вернулись с хорошо знакомого Владивостокской публики Колучева Сергея, левого защитника. И уже на контракте два игрока «Атаки». Это Иван Столбовой и Максим Казанков. Это вот те приобретения, которые мы уже сделали и которые мы можем сказать, что это официальные игроки «Луча». Что с позицией голкипера? А, я забыл еще, что мы укрепили позицию голкипера. Сейчас у нас такая достаточно серьезная конкуренция будет за место в воротах. Саша Котлеров тоже вернулся. И у нас есть еще очень молодой и перспективный Володя Замароков. Так что у нас там три вратаря, которые будут конкурировать между собой. Уже завтра «Луч.Энергия» проведет товарищескую игру на стадионе «Динамо», если я не ошибаюсь, посвященную 155-летию города Владивостока против, соответственно, и сборной Владивостока. Для вас эта игра больше показательное выступление, может быть какое-то шоу, или вы действительно рассматриваете этот матч в виде какого-то этапа подготовки команды к серьезным матчам? Эту игру мы рассматриваем как серьезный матч, который, в принципе, наверное, даст нам очередную какую-то пищу для размышлений. И уже, наверное, мы будем проецировать состав, который, наверное, выйдет на первый матч чемпионата в дерби против Хабаровска. Александр Владимирович, что со стадионом «Динамо»? Это по-прежнему ведомственная арена или какая-то другая форма собственности? Вообще, на каких условиях «Луч.Энергия» выступает на этой арене? Ну, пока условия не изменились, сравнительно, на характеристики с прошлыми годами. Это ведомственный стадион. Но мы в процессе переговоров, и у нас сейчас выстраивается, на мой взгляд, правильный диалог, потому что «Луч», безусловно, должен интегрироваться в новую концепцию «Динамо» и принимать участие в реконструкции, потому что все-таки это единственный стадион, на котором мы можем играть. Поэтому здесь сейчас в диалоге, в рабочем работаем. Вы сказали слово «реконструкция». Действительно ли болельщики в скором времени увидят западную трибуну на этом стадионе, которая когда-то, кстати, существовала? Насколько я знаю, да, не могу сказать пока какие-то сроки, да. Но я думаю, что до 2020 года у нас должен быть очень красивый, большой стадион. Александр, где проходили претизонные сборы, и точнее, по какому принципу вы выбирали команды в спарринг-партнеры, и кого выбирали? Серьезные коллективы были? Ну, мне как-то сложно говорить, что мы выбирали здесь. В принципе, когда со мной велись переговоры, уже план подготовки был готов. И те команды, которые участвовали в турнире в Белогорске, они уже были известны заранее. С теми командами мы их сыграли. А на сборе в Уссурийске мы провели хорошую такую работу и сыграли просто двумя составами. То есть, может быть, это, наверное, может быть не так хорошо, что мы не успели сыграть с более серьезными соперниками. Но на данном этапе, я в общем-то думаю, что этих игр нам достаточно, потому что у нас было очень, ну не очень много, но были у нас игроки, которые находились на просмотре, которым нужно было дать чуть больше игрового времени. Потому что тех игроков, которые остались в команде, перед тем, как сюда приехать, мы пересмотрели несколько игр и, в принципе, представление о их возможностях мы знали. То есть, им может быть даже и только как для поддержания и возможностей физических просто были игры даны и все. Остальные, эти три игры, особенно в Белогорске, были посвящены просмотру потенциальных новичков. Александр, а вы вообще сами себя считаете жестким тренером? Не знаю, не мне судить. Ну, как у вас проходят, в каком режиме тренировки? Как это у вас все выглядит? Пока вы еще человек здесь новый, многие журналисты еще не видели стиль вашего руководства, манеру вашего общения. Вот со своей стороны вы можете как-то себя оценить? Ну, я стараюсь находить с любым игроком такой нормальный человеческий диалог. Поэтому, если говорить там про свою карьеру, то на меня очень много и часто кричали, как и на всех, наверное, игроков с того времени. Потому что я к этому не привык и не хочу то поведение, которое было в наше время повторять. Стараюсь все-таки находить более цивилизованное общение. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы по телефону 220-14-019. Александр Владимирович, вопрос, наверное, к вам. Почему в графике подготовки луча энергии к этому сезону не было длительных, престижных и традиционных зарубежных сборов? Это финансовое положение? Ну, финансовое положение в том числе, конечно же. Я думаю, что вы знаете, Владимир, что я не так давно исполнительный директор луча энергии. Мы провели сейчас очень большую работу по оптимизации в целом бюджета. И я надеюсь, и есть, опять же, понимание краевой администрации, что клуб должен приобрести четкую, понятную, региональную форму управления. Потому что, на мой взгляд, луч энергия в последнее время, это видно и на стадионе, потерял очень серьезные позиции в целом в спорте, в Приморском. Поэтому вот сейчас задача восстанавливать. И мы будем делать очень много мероприятий для того, чтобы возвращать болельщика. И клуб должен на самом деле стать Приморским краевым клубом. Поэтому в какой-то степени сбор у Суриски, который вызвал достаточно такой большой ажиотаж, было очень много людей, которые приезжали, смотрели на команду, это где-то вписывается в концепцию. Конечно, всегда удобно уезжать на Запад, потому что с точки зрения подготовки это всегда правильно. Но наша задача – работать по удержанию местных ребят. И нам надо развивать школу, нам надо развивать вокруг клуба инфраструктуру, и мы этим будем обязательно заниматься. Потому что сегодня мы возвращаем уже за другие деньги, на других условиях наших воспитанников, которые уезжают, к сожалению, с Приморья в 13, 14, 15 лет. И я считаю, что за эти три недели мы уже подписали три долгосрочных договора с перспективными ребятами. Конечно, в совете с тренерским штабом это и Грицаенко, это и Гордиенко, и Бивоногов. Те ребята, за которыми будущее футбола, они показывают очень хорошие результаты. И в целом такая тенденция, она будет продолжаться. Потому что мы должны давать возможность играть все-таки тем, кого взращивает наша школа. Вы сказали, что «Луч.Энергия» потерял свои позиции в спорте, даже в региональном, даже на уровне Владивостока. Многие согласны, что «Луч.Энергия», бывшая спортивная команда номер один всего Приморского края, сейчас уступает и по зрительскому интересу, и, возможно, где-то по бюджетам, ну, не знаю, не мне судить, хоккейному адмиралу, естественно, и даже Спартаку Приморья баскетбольному. Так вот, для вас, как для исполнительного директора, вот эти другие клубы большие, приморские, из других видов спорта, это конкуренты? Собираетесь как-то бороться снова футбол на первое место? Конечно, конечно. Есть ли шансы? Ну, это, конечно, вызов. Хорошо, когда есть конкуренция. Вот я всегда за конкуренцию, и поэтому то, что сделали с проектом «Адмирал», вот, ну, просто здорово. Всегда, практически всегда полная хоккейная трибуна, там, хороший зритель. Там, Спартак Приморья также имеет своего постоянного зрителя. Но я всегда всем говорил и убежден, что все-таки футбол игра номер один в мире. В Приморском крае футбол больше играет мальчишек, чем занимается пока хоккеем, и, конечно же, баскетболом. И мы это видим в крае. У нас есть уникальный опыт, абсолютно, еще раз повторюсь, уникальный. На примере города Владивостока, когда трое инициативных ребят, по большому счету, создали одну из самых больших любительских лиг по футболу. Я недавно был в Красноярске с командой на выезде, и когда я президенту федерации футбола Красноярска об этом рассказал, он, честно говоря, не поверил. Такого не может быть, чтобы шесть лиг по восемнадцать команд, вот, и еще и со статистикой. Поэтому футбол будет развиваться, и лучше должен стать тем флагманом, который будет помогать, в том числе и Приморскому футболу развиваться. Александр Ильич, а вы не считаете, что у нас вообще в целом в России, не в Приморском крае, а хоккей уже опередил футбол, опять же, по вот этим параметрам, по самому главному параметру это зрительский интерес, по показам матчей на телеканалах различных? Ну, я бы не согласился, все равно футбол, он и будет, наверное, и есть спортом номер один в России. То, что, может быть, сама инфраструктура сейчас и в КХЛ, она развивается так бурно, что кажется, что они нас опережают, я имею в виду, футбол. Но при всем при том, что сейчас у нас через какой-то период времени не так долго это ждать осталось, что чемпионат мира мы будем проводить, поэтому нас приведут в порядок стадионы, появятся новые арены. Поэтому и надеюсь на то, что все-таки тот скачок, на который все мы рассчитываем в связи с чемпионатом мира, он произойдет и ждать не так долго. А то, что сейчас проблема во многих, не только в Приморье или в другой части России, она проблема есть, потому что футбол у нас сейчас, многие клубы у нас закрываются, особенно клубы второй лиги, и здесь и ротор закрылся, в котором я работал, и сейчас в Новокузнецке там большие проблемы. Поэтому здесь во всем нужна поддержка, как региональных властей, наверное, так и каких-то частных инвесторов, которые будут помогать и защищать те клубы, которые находятся там на грани выживания. Вы пример привели клуба своего родного, в общем-то, с клубом, с которым ваша фамилия вообще ассоциируется, ротор Волгоградский. Что с ним случилось? Почему он исчез? Ну, исчез он, потому что были определенные проблемы финансирования. Клуб бюджетный, клуб, который финансировался областной администрацией. В какой-то момент перестали поступать деньги, долги копились, приобретались игроки. Долги росли по зарплатам, по всяким там коммунальным, по переездам, по перелетам. И в итоге пришел новый губернатор, он просто сказал, что я не буду выплачивать те долги, которые были накоплены моим предшественникам. А сейчас? В итоге мы самовольно ушли из Фануэл, участвовали в ПФЛ во второй лиге зоны юг. В принципе, я считаю, что мы удачно там выступали, мы попали в первую шестерку, которая позволяла бороться за попадание в Фануэл. Но потом решением наших властей команду просто сняли, и сейчас она находится в стадии ликвидации. А вот этот бренд, слово «Ротор», он принадлежит сейчас какому-нибудь коллективу? Насколько я знаю, вообще бренд «Ротора» и герб «Ротора» принадлежат частным лицам, что самое плохое. Сейчас команда играет в третьей лиге, и у нее на футболках даже нет герба. Александр Владимирович, а у вас есть, как у исполнительного директора, какой-то пример перед глазами, пример клуба, пример работы клуба, инфраструктуры его? С чего можно брать, как говорится, какие-то хорошие вещи? У нас сейчас в России, наверное, один пример. Самый правильный, самый верный. Нет, это не Питер. Это, конечно, Краснодар, это Сергей Галицкий, который вкладывает исключительно свои деньги, строит частный клуб, а что самое главное – академию. Я думаю, лет через 10 Краснодар будет всегда занимать первое, второе, третье место, потому что это будут свои воспитанники, они проводят, конечно, огромнейшую работу, сумасшедшая просто база, там уже был и Пелея, и Марадонна, и все. Такого нет в мире на самом деле. То есть это такой уникальный опыт, где мальчишки, там, по-моему, уже под 5000 человек занимаются ежедневно футболом, учатся, живут, тренируются. Если говорить, ну, это правильный пример вообще развития футбола, на мой взгляд. Потому что это регион, регион, который имеет хорошие климатические условия, хорошую потенциальную инфраструктуру, поэтому вот появился такой бизнесмен, который вкладывает деньги. Но у нас тоже все реально на самом деле, потому что нам нужно делать футбол, нам нужно делать лучше привлекательным. У нас есть очень много преимуществ, которыми мы почему-то не пользовались. Мы на самом деле не смотрим на тот же Китай, где футбол развивается очень динамично скоро, это будет обязательно урок в школе. И на прошлой неделе приехали наши ребята, 97-98 год, и мы уже заключили партнерство с одной из команд, будем обмениваться опытом, играть в товарищеские игры. Все под большим впечатлением. Очень серьезно растет уровень подготовки китайских футболистов. Возможно, через какое-то время наши футболисты будут играть там, а мы будем видеть наших друзей из Китая. Ну и Китай, мы все знаем, динамично развивается. И сегодня мы вот уже ведем переговоры с двумя инвесторами потенциальными, которые готовы вкладывать на лучшую энергию. Вы пример Краснодара привели, и почему-то не упомянули пример еще одного частного клуба, «Тагестанский Анжи». Там тоже Керим Сулейманов вкладывал большущие деньги, но итог мы все видели, они попали на пару лет в Еврокубки, а потом вылетели вообще с Премьер-лиги. Большие деньги – это всегда залог успеха клуба? Нет, большие деньги – это, конечно, не всегда залог успеха клуба, потому что это только может быть халиф на частом. Но в Дагестане были, на мой взгляд, я ничего не вижу плохого, когда люди вкладывают большие деньги в футбол, в свою любимую, на самом деле, Акеримов очень любит Анжи, команду. Но просто, на мой взгляд, были допущены определенные ошибки, которые так или иначе сказались на том результате, который мы сейчас видим. Но, тем не менее, человек не отвернулся от клуба, дальше вкладывая деньги, и сейчас Ажи из нашей лиги вышел в Премьер-лигу, и я думаю, что не затеряется там уж точно. У нас сейчас реклама, давайте ненадолго прервемся, потом продолжим.